Российские оккупанты сбрасывают на Авдеевку десятки управляемых авиационных бомб в сутки. Для понимания, одна такая бомба способна разрушить несколько домов. Ситуация в Авдеевке действительно очень тяжелая. Кремль отправляет на убой тысячи своих солдат. Как говорится, за ценой они не постоят. А тут еще колоссальные проблемы с недостатком боеприпасов украинских защитников. Эти самые боеприпасы, как воздух, необходимы нашим воинам. Там, на передовой, вдоль всей линии фронта и на Авдеевском направлении, в частности. Детальнее о том, что же происходит в районе Истерзанной Авдеевки, в эксклюзивном материале корреспондента ТСН Ивана Петричака. Пара украинских Ми-24 перепрыгивает лесополосу и уходит в сторону оккупантов. Там, на линии столкновения, враг снова движется вперед. Нашей пехоте нужна поддержка. Поддержка авиации, артиллерии. Последние несколько недель украинские военные здесь работают на пределах возможного. Самоходная гаубица «Дана» 110-й отдельной механизированной бригады ищет место для выстрела. В Манюне, как ее окрестили армейцы, останавливается посреди поля. Времени мало. Там, на линии столкновения, уже завис дрон нашей разведки. Выставляется буссоль и будет ориентироваться пушка. Беспилотник дает координаты цели. Внимание! Команда на огонь! Командир быстро отправляет оккупантам первый снаряд. И сразу же готовит второй. Один зарядить. Лего заряжаю. В районе Евдеевки брак регулярно устраивает штурмы в надежде взять город под полный контроль. Ответ оккупантам от артиллеристов 110-й бригады – калибр 152. Навелись на район, где ожидается подход пехоты. Мы будем работать на запрет действия. Это небольшое количество снарядов для того, чтобы спугнуть их и предотвратить действия, которые они там себе планировали. Посреди поля Манюня работает сегодня больше обычного. Погода способствует. Туман и дождь. Сегодня безопаснее. Меньше летает над головой, но немного и нашим. Кто нас корректирует, сложнее. По рации передают еще одну команду к выстрелу. Прицел тот же. Пушка отправляет крайний снаряд. И не выходя из кабины, артиллеристы сворачивают его в походное положение и идут дальше. Чешская дана – далеко не новейшее оружие. Впрочем, на колесном ходу и быстрое в использовании. Это оружие самоходное, маневренное, бронированное и быстрое. Это именно то, что сейчас в нашей армии так необходимо. В сравнении с советскими машинами, это лучше, говорят бойцы. Хорошая, тягучая машина. Главное – это следить за ней, вовремя обслуживать, и все будет хорошо. Работать можно, были бы только снаряды. Артиллерия так же, как и авиация, способна держать фронт лишь, когда стреляет. На это очень надеется Михаил. Сегодня был его второй боевой выезд, и собратья устраивают ему посвящение в артиллеристы. Если будет плохое посвящение, то плохо будет потом. До этого боец был оператором противотанково-ракетного комплекса, но вынужденно перевелся. Там ракет не было. Не было чем стрелять, и все. Ну, теперь есть надежда, что здесь будет? Будем надеяться, что здесь будут давать снаряды. Будем стрелять. На данный момент под Авдеевкой это очень необходимо.